Всем привет, с вами Максим и сегодня мы находимся в городе Майдзору префектуры Киото. Майдзору делится на две большие части, западную и восточную. Сегодня мы с вами познакомимся с восточной частью города. Майдзору это портовый город на севере префектуры Киото и это город-побратим с городом Находка, моей родной России. Со времен эпохи Мэйди, то есть с конца 19-го начала 20-го века, в городе располагается военно-морская база. Сейчас город является опорным пунктом морских сил самообороны и морской пейзаж с военными кораблями стал своего рода символом города. В городе с давних времен сохранилось большое количество памятников, связанных с флотом. Здесь вы можете увидеть как голубое море, так и историческое наследие. Сейчас мы с вами идем по так называемому парку зданий из красного кирпича. Раньше это были военные склады, а сейчас здесь кафе, музеи и многое другое. Отсюда мы поедем знакомиться с Майдзору на электровелосипеде. Электровелосипед можно взять на прокат в самом парке. Сегодня прекрасная погода для такой прогулки, так что давайте прокатимся и полюбуемся пейзажами и видами города Майдзору. Итак, куда же мы приехали? Приблизительно в 1900 году здесь для военных нужд были построены большие хранилища пресной воды. Вот здесь, где я сейчас нахожусь, раньше все было заполнено водой. В настоящее время эти здания объявлены памятником культуры. Обычно они закрыты для посещения, но сегодня для нас сделали исключение. Здания расположены на невысоком холме, откуда открывается вид на залив Майдзору. После подъема сюда на электровелосипеде вы сможете оценить эти прекрасные виды, освежающие ветерок. Обязательно рекомендуем вам попробовать. Говорят, здесь есть одно интересное кафе. Давайте попробуем туда зайти. Выглядит как железнодорожная станция. И это на самом деле железнодорожная станция. На станции Мацу-Ноадера нет персонала. И говорят, что когда здание стало совсем ветхим, его уже хотели снести, но местные жители сохранили его и открыли тут кафе. В Майдзору производится чай матча высокого класса, который так и называется – чай из Майдзору. Настоящий чай из Майдзору очень насыщенный, освежающий, очень вкусный. Но если слишком увлечься, чаем и отдыхом можно пропустить свою электричку. Майдзору интересен не только своей недавней историей. Здесь также есть очень красивый древний буддийский храм. Пройдя через прекрасный зеленый тоннель, вы увидите государственный памятник культуры в трехъярусную пагоду. Она стоит на этом месте уже более 1200 лет. В конце дня мы отправляемся еще в одно место, откуда можно любоваться пейзажами Майдзору. Майдзору Крейн Бридж, или Журавлинный мост, возвышающийся над заливом белоснежный подвесной мост, с которого открываются превосходные виды. Майдзору также известен как порт, куда после Второй мировой войны возвращались японские солдаты. И посвященный этим событиям музей занесен в список наследия памяти мира ЮНЕСКО. Здесь есть морской парк, где собираются любители рыбалки. Тут можно порыбачить вместе с ними, любуясь заходящим солнцем. Восточная часть города Майдзору очень красивый район, где сохранилось множество исторических памятников. К сожалению, мы не смогли показать все, что хотели, поэтому рекомендуем вам приехать и посмотреть все самостоятельно. А в следующий раз мы подробно расскажем о западной части города. Увидимся в новых выпусках. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok